Субтитры создавал DimaTorzok К ответчику Баевой Татьяне Артемьевне, извините, иск заявлен о признании недействительным договора купли-продажи квартиры как заключенного под влиянием существенного заблуждения и о возврате уплаченной по договору суммы в размере 25 миллионов 500 тысяч рублей. Все верно? Все верно. То есть договор купли-продажи квартиры был заключен, да? Да, да. То есть вы его сейчас оспариваете и просите вернуть по нему сумму. Пожалуйста, по обстоятельствам дела, слушаем вас. Ну, вы уже все изложили. Я действительно стал жертвой наглого беспринципного мошенничества. Поясню конкретно. Я человек провинциал. Приехал из Двинска в Москву. У меня дела шли сначала не очень хорошо, потом нормально. Я купил маленькую квартиру в Солнцево. Бизнес все накручивался, накручивался. Я становился более состоятельным человеком. И, как вы понимаете, что среда, она обязывает немного как-то перед своими коллегами и друзьями быть статусным человеком. Деньги у меня есть. Я нашел, хотел и сделал. Я купил квартиру в центре Москвы. Но не просто купил ее. Я купил ее с историей. А история такова, что в этой квартире снимался вот этот легендарный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где была сцена... Так тебе паспус был нужен. Была сцена с царем, который выходит на балкон и говорит вот эта лепота, лепота. Вот именно эту квартиру я купил. Но я ее купил... Подождите, не нужно. Я купил ее на 7 миллионов дороже, потому что аналогичные квартиры... Ты в этих квартирах был? Ответчик. А перед этим я сделал мониторинг полный. Вот аналогичная квартира стоит 18 миллионов. Я купил ее благодаря именно... Ответчик. Ответчик. Ответчик, я делаю вам замечание. Я вас сейчас выведу и выслушаю из ЦАНа один на один. Я туда въехал, живу, все вроде бы замечательно. И вдруг мне соседка говорит, это не та квартира. То есть это квартира 68, а та, в которой снималась вот этот легендарный фильм, она 37-я, она в соседнем находится в подъезде. И что получается? Что? Я тебе историю продавала, что ли? Она специально... Это Татьяна меня ввела в заблуждение. Я тебе продавала... Ответчик. Тысяча рублей штрафа за нарушение порядка в судебном заседании. Я заплатил лишнее 7,5 миллионов. И у меня есть доказательства. Доказательства реальные. Это переписка в соцсетях. Я ее распечатал. Уважаемый суд, он врет. Я с этим человеком вообще никогда не переписывалась. Ответчик, я вас сейчас удалю из судебного заседания. Подадите мне выслужить истца. Я задал вот конкретный вопрос. Вы потом сами это убедитесь. Значит, Татьяна, ваша квартира действительно участвовала в съемках Ивана Васильевича меняет в районе. Так, ну хорошо. Я этого не писала. Я этого не писала. Я этого не писала. Ответчик. В общем... То есть для вас являлось существенным условием, что эта квартира является той, где снималась известная кинокомедия. А для чего вам это нужно было? Из-за любви кинематографу нашему, Гайдая. Для меня это важно. То есть вы эту информацию не проверили? Поверили вот той информацией, которая была на сайте размещена? Да, на сайте агентства квартир, да. 7 миллионов переплатили за то, что не проверили? Ну там же написано все. На сайте. На сайте, плюс еще... Знаешь, на заборе тоже много чего пишут. Она неоднократно это все сказала, что именно это. Я еще, знаете, что... Не глупи, пожалуйста. Перед тем, как покупать... Так можно помолчать, а? Ну вот вам, вот смотрите, если вам скажут, например, вы приобретаете квартиру, вам скажут, что там суперремонт с золотыми смесителями, не знаю, сантехникой золотой. Но вы же пойдете проверить, правда? Или просто переплатите за это? Я туда пришел, в эту квартиру. Я сразу же набрал в Ютьюбе этот фильм, нашел этот кадр, все совпадало. Но я тертый калач. Что тебе все совпадало? Так, хорошо, ответьчик. Да что ж такое-то, ответьчик? Сколько у меня бизнесов было, строительная компания, но тут влип, да, действительно в такую странную историю, что надо было действительно это как-то так проверить. Господи, да он просто прибедняется. Истец, 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 а вы вот говорите, когда узнали, что это не та квартира, да? Да, да. Вы, вам соседи об этом сказали? Да. То есть вы соседям поверили, что это не та квартира? Я не знаю, ну запрос на Мосфильм сделайте какой-то. Я сделал запрос на Мосфильм, да? Вам ответили, что это не та квартира? Да, не так, да. Я все сделал, да, кстати. Ваша позиция, ваша позиция суду понятна. Ответьчик. Ваша честь, обрати. Сейчас смотрим, ответчик, сейчас смотрим четко на меня, с ИСОМ не переговариваемся. Хорошо. Вы иск не признаете? Конечно, я полностью. Я хочу услышать правовые основания, почему? Я полностью иск не признаю. Правовые основания такие, у меня составлен с этим человеком договор купли-продажи. А зачем меня в бои заблудения? Мы, простите, заткнись. Мы, простите, в договоре купли-продажи мы не указывали о том, что я ему продаю историю, как снимался фильм Ивана Васильевича за 7,5 минут. Настоящая хабалка. Истец. Я вас тоже штрафую на тысячу рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Хорошо, обратите внимание. Он у меня покупал квартиру. Квартира шикарная. Квартира в историческом центре Москвы. У нас в договоре не описывалось ни слова про то, что я продаю ему историю, в которой снимался фильм. Там стоял Шурик, там стоял Иван Васильевич. Что за ересь вообще такая? Да, но ваша квартира стоила на 7 миллионов дороже. Она так и стоит мою квартиру. Ваша переписка. Меняет профессию. Нет, я впервые это вижу. Это ее переписка. Это спам. Я никогда с этим человеком не переписывалась. У нас была только сделка. Он пришел, сказал, вау, вау, вау. Она удалила аккаунт из соцсети специально. Я ничего не удаляла. Я там есть до сих пор. Я могу любого айтишника позвать. Он все выцепит. Да позови ты сюда, кого хочешь. Отвечу. У СССР, Адвинска, позови, кого хочешь. Татьяна, ваша квартира действительно участвовала в съемках фильма Иван Васильевич, меняет профессию. Я впервые в жизни вижу эту переписку. Я впервые в жизни вообще слышу. Ложь. Это ложь. Это не ложь. Это не ложь. Это не наглая ложь. Позовите, пожалуйста, моего свидетеля. У меня есть свидетель здесь. Иван, он в курсе всех этих событий. Пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчиков в зал. На самом деле он вам откроет глаза на это. Не ожидал. Чего ты не ожидал? Он на сделке у нас был. Добрый день, представьтесь. День добрый. Зовут меня Крунов Иван Денисович. Иван Денисович, вы кем приходите, ответчику? Ну, с Татьяной мы познакомились на самой сделке. В совершении сделки я присутствовал при сделке. Да, у вас присутствует сделка. Почему я присутствовал? На сделку куплю-продажу вот этой вот спорной квартиры. Да, потому что да. Я присутствовал из-за того, что Жоре я одолжил 5 миллионов как раз-таки на покупку этой квартиры. Подождите, а вы еще и приятелем сестом являлись? Да, мы с ним с детства друг друга знаем. А, ну вы друзья. Я у него взял деньги, да. На самом деле вся проблема в другом. Жора очень любит понты. Жора мог... Да это я уже понял. По обстоятельствам дела. Жора мог купить себе спокойно за те деньги, которые у него были, квартиру в центре. Но ему нужно было покрасоваться перед всеми друзьями. Отсюда и вылезла вся эта проблема. Сейчас ему нужно возвращать нам долги. Я не единственный, у кого он занял. И Жора полгода уже от меня шифруется. Я думаю, в принципе, и с другими кредиторами та же самая ситуация. Я здесь, я не шифруюсь. Жора, это ты сейчас. Послушай меня, дружок. Сейчас все расторгнул, я тебе отдам эти деньги. Я тебе расторгнул. Сейчас ты что, вчера ты мне на какие-то говоришь? Как ты мне отдашь деньги, если ты полгода не берешь трубку? Свидетель в суду объясняет. У меня дела были, у меня все хорошо. Показания даем в суду. С бизнесом нормально все. Да, Ваша честь. То есть вы считаете, как я понимаю, что полгода не интересовала эта истца. Сейчас пришло время отдавать долги. Поэтому вот он так, скажем, нашел повод, да, чтобы расторгнуть этот договор, вернуть сумму и раздать долги. Ваша честь, они спелись. Я не удивлюсь, что они любовники, потому что она покрывает. Слушай, это личное дело каждого человека, тебе какое дело? Ты пять миллионов должен. Еще у сторон есть что-то добавить по делу? По существу делу. Нет, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, сослушав показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил иск о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, как заключенного под влиянием существенного заблуждения, оставить без удовлетворения. Суд не признает оспариваемый договор купли-продажи квартиры недействительным, поскольку истец не заблуждался относительно мотивов заключения договора. То есть он понимал, что приобретает квартиру, принадлежащую ответчице, за цену, установленную соглашением сторон. Заблуждение у истца было только в отношении причины, то есть почему он покупает именно эту квартиру. Нормы гражданского законодательства Российской Федерации, регулирующие спорные права отношения, предусматривают, что заблуждение имеет существенное значение только в отношении. Первое. Предметы сделки, в частности в отношении таких его качеств, которые значительно снижают возможность использования приобретенного предмета по назначению. Второе. Природы сделки, то есть какой договор по сути заключается. И третье. Лица, с которым заключается сделка, или в отношении лица, связанного со сделкой. В данном случае истец заблуждался только в отношении мотивов сделки. Он приобрел именно эту квартиру, потому что его заверили, что именно в этой квартире проходили съемки известной кинокомедии. А это не имеет существенного значения и не является основанием для признания договора купли-продажи недействительным. То есть заблуждение относительно мотивов сделки, то есть почему квартира эта покупается, не является достаточно существенным для признания сделки недействительной. Что прямо предусмотрено частью третьей статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации. На основании чего суд вам в иске отказывает. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Буду подавать апелляцию с новыми документами. В частности, я заказал справку на Мосфильм и с айтишниками, которые скопают всю нашу переписку, которую Татьяна удалила намеренно. Я очень искренне рада, на самом деле, что в конце концов эта нервотрепка закончилась. И я надеюсь, больше никогда этого человека в своей жизни не увижу.